Саньяша Фигулина смогла купить кроворазжижающий препарат. Говорит, это везение. На этом оно закончилось. Противовирусных в аптеке нет. Лекарства ей назначил врач. КТ, которое она сделала накануне, показала 12-процентное поражение легких. Вот кроворазжижающий и противовирусный. Антибиотиков пока не надо, когда анализы сдавать, вот этот мазок, когда если все точно удостоит, если будет подтвердиться, только тогда антибиотики. А сейчас просто, наоборот, иммунитет нужно поднимать. А антибиотики, наоборот, влияют. Ну, противовирусные вы пока не нашли, которые вам назначили. Да, вот в другую аптеку пойду. Вояж по аптекам сейчас обычное дело. Чтобы найти необходимый препарат, люди начали массово обращаться в нижнекамские паблики. Стены буквально усыпаны сообщениями «Срочно куплю». Почти все ищут одно и то же – антибиотики и противовирусное. Их назначают при лечении коронавируса и пневмонии. Гидроксихлорахин назначают, ксоралтон для ржения крови назначают, антибиотикатитромицин. Ну, не всегда есть это все в наличии, да? Ну, да. Потому что раскупают. Раскупают, да. Многие берут лекарства просто про запас. Кто-то занимается самолечением, начитавшись рецептов из интернета. Врачи просят с этим не шутить. Лечение должен назначить врач. А найти лекарство скоро должно стать проще. Фармацевты говорят, ажиотажный спрос идет на спад уже сейчас. Сейчас стало лучше. Уже вот мы предпринимаем товар. Уже больше в наличии и леохлоксоцин поступил, допустим, и цификсин поступил. То есть уже получше становится. А когда вот сравнительно была такая ситуация прям тяжелая? Недели две назад, наверное. Сейчас уже немножко лучше становится. А что чаще всего все-таки люди спрашивают? Ой, спрашивают. Ну вот цитряк, кто спрашивают найти, не могут по городу. Гидрофлоксоцин, это все-таки по городу называется. Поквенил вот спрашивают. Ситуацию должен улучшить еще один важный шаг. В Татарстане скоро стартует программа по выдаче бесплатных лекарств, помогающих при COVID-19. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР.